Луна. Удивительное небесное светило, называемое спутником Земли. Астрономами были замечены на ее поверхности темные участки различного размера. Ученые посчитали их за моря. Так ли это на самом деле? В мировом научном кругу уже разгораются активные дискуссии по данному вопросу. Вот мы сейчас как раз занимаемся этой задачей. У нас вот сейчас коллектив такой из ГАИШа, МГУ, специалисты подключены из ИНОСАНа. То есть как раз какие могли быть вот эти метеоритные тела, а может быть и маленькие астероиды, которые могли в свое время упасть на Луну. Несмотря на свое название, лунные моря не имеют воды. Существует популярное предположение, что это твердая лава гигантского размера, которая загадочным образом происходит из внутренней части Луны. Но ученые Казанского университета выдвинули собственную обоснованную гипотезу, что так называемые лунные моря – это следы падений небесных тел. Последняя все-таки вот такая, как бы, теория, объясняющая происхождение морей – это то, что не вулканическая деятельность на Луне была, а то, что на Луну падали вот эти вот небесные тела. Интересно, когда Луна образовалась, то она была до такой степени близко к Земле, что когда Луна всходила, она практически закрывала весь небосвод. Представляете себе такое? Моря и кратеры Луны, благодаря современным исследованиям, очень подробно нанесены на карту лунной поверхности, которую легко можно найти в научной литературе или в интернете. И все же, до сих пор спутник Земли хранит в себе массу тайных загадок, которые еще только предстоит разгадать человеку. Весь мир с нетерпением ждет отправки колонии исследователей к лунам морям, чтобы еще немного приподнять завесу тайны этого удивительного места нашей Солнечной системы. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова